Сложнейшую операцию провели хирурги 24-й горбольницы Екатеринбурга. Они пришили мужчине руку. Рабочий получил тяжелую травму на производстве. Полина Короткевич о медицинских чудесах. Сейчас Сергей рад даже тому, что просто может пошевелить пальцами. Две недели назад он едва не остался без правой руки. Могу кистью шевелить, напрягаться маленьким. ЧП произошло на одном из предприятий Екатеринбурга. Сергей случайно зацепился рукавом за деталь станка и его замотало во вращающийся механизм. Мужчина сумел ногой выключить оборудование, и это и спасло ему жизнь. А вот правую руку буквально вырвало из плечевого сустава. Все это случилось за считанные секунды. По словам Сергея, он даже толком не успел понять, что произошло. Помню, как ребята ко мне подбежали, освобождали меня от этого барабана. Кричали, Серега, не переживай, все нормально, не шевелись только. Скорую вызвали. Я только спрашивал у ребят, рука на месте. В больницу Сергея привезли на скорой в тяжелом состоянии. Операция длилась целых четыре часа. Хирурги вправляли открытый вывих плеча, сшивали мышцы, связки и ткани. Правая рука держалась только на пучке нервов и артерий. Головка, плечевые кости, она должна находиться вот в этом месте. Сохранить руку удалось только благодаря тому, что пострадавшего доставили в больницу уже через 15 минут после ЧП. Врачи поясняют, случай уникальный. В 95% подобных ситуаций спасти не удается не только конечность, но и жизнь человека. Сергею, можно сказать, повезло вдвойне. Шло у нас, получается, 12 дней, швы сняты, заживление у этого пациента первичным натяжением. Слава Богу, никаких макновений, ничего нет. А первичная рана, ну раз со станка пациента доставили, она достаточно загрязнена была. Интерном этот случай будет рассказан, однозначно будут примеры проводиться на каждой, как говорится, конференции. После операции врачи столкнулись еще с одной сложностью. Необходимо было зафиксировать руку в правильном положении, но при этом гипс накладывать нельзя, так как он бы мешал обработке раны. Решено было собрать механизм из трех частей аппарата Елизарова. Теперь Сергей идет на поправку. Через несколько недель конструкцию уже снимут. Уже сейчас рука, по словам врачей, практически восстановилась. В вактивом лучезапясном суставе полный объем, плечевой сустав, ну, наверное, отведение 90 градусов. Дальше там видно будет. В начале мая Сергея выпишут из больницы. Затем ему предстоит длительный период восстановления. После этого рабочий планирует вернуться на предприятие. Вот только профессию машиниста станка решил сменить на более безопасную. Полина Короткевич, Евгений Кузнецов. События ОТВ.